Добрый день, друзья! Вы на канале Жизнь городских в американской деревне. Я собираюсь делать куриные котлетки из темного куриного мяса. Посмотрите, что я предпочитаю давать в эти котлетки и какие они у меня получатся. Ну, сначала мы будем с вами делать фаршик. Я разрезала куриное мясо не на очень маленькие куски, были даже большие. Но это мясо куриное, оно довольно мягкое, и оно так плавно при помощи белой пластиковой толкушки все эти большие куски входили в мясорубку. Я перемалывала также лук и чеснок вместе. Больше у меня ничего не было. Иногда я даю и сельдерей, когда у меня есть, и морковка, но у меня этих овощей не было. Вообще, я люблю, конечно, перемалывать, делать фарш сама. Тем более, есть электрическая мясорубка. Такая помощница. Я ее сразу обрабатываю жидкостью для мойки окон и ставлю на место. А внутренности от мясорубки всегда замачиваю. Ну и сразу все убрала. Все я, дорогие друзья, помешиваю. О, молола. Размолола мясо. Сейчас залью внутренности мясорубки водой. И мы с вами будем добавлять приправы. Что я добавляю? Куриные котлеты. Это мясо темное с курицей. У нас у этого старого итальянца можно купить куриное мясо, темная вырезка куриная на развес. Так. Перемолола я сразу с луком и чесноком. Добавляю вегету. Пожитник. Так. И белый перец. Белого перца нету в этой части. Сейчас возьму другую часть. Там должен быть белый перец. У меня две одинаковые части стоят для удобства. Да, еще одну такую же часть взяла. Тут белый перец есть, а пожитника нет. Надо сюда добавить пожитник. Ну вот. Перчик добавила. Запах вкусный. Сейчас я буду размешивать это все руками. Ну и потом включимся. Размешала я фарш. Сейчас посмотрите дальше, что я буду добавлять. Владик уже пришел сегодня с работы. И топит для себя баньку. Ну я-то в баньку ходить не буду. У нас даже отопление включилось. Ну я сама чуть подкрутила. Потому что на улице такая осенненькая погодка. Осенненькая. Сейчас я немножко подниму телефон. Вот так. Так. С этим я закончила. Осталось мне добавить красного перца. Паприки. И крошек. Так. Итальянские крошки. Любишь, Владик, итальянские крошки? Он показывает. А запах от них. Мы, кстати, забыли купить их. Офи. Кух. Надо сбить фарш до белых волокон. Нет, а для колбасы до белых волокон. А для котлет не надо до белых волокон. Ага. Ой. А жарить не в крошках или в муке? В муке. Владик хочет в муке. Почему в муке? Лучше прожарить. Да. Да. Люблю прожарку. Так. Можно, конечно, и булочку добавлять в моченую в молоке. Но я люблю крошки. Тут и так всего достаточно. Запах, конечно. Да. Чуть-чуть можно добавить соли. Черного хлеба. Не-не-не-не. Черный хлеб не добавляется. Соль, да. Чуть-чуть можно. Потому как я давала вегету, а соль не давала. Я сегодня выпью 100 грамм после партии. Давай. Я уже картошку-пюре сварила. Ты со мной тоже подержишь. Не, я не буду. Будешь. Муж собирается греться. Почему не буду? После сауны говорит самогонку. А я говорю, не-не. А что тебя повредит? Ты же не пьешь ничего? Я пью ибупрофен. Да. Ерунда. Вот видите? Муж всегда уговаривает меня на компанию. Меня не уговоришь. Ты тебя не хочешь, знаешь? Меня не уговоришь в этот раз. Но он сказал, как захочешь. В общем, получился хороший такой вязкий фарш. Лук, чеснок. Все есть там, как положено. И яйцо куриное я не буду давать. Его скреплять не надо. Он такой пышненький. Запах великолепный. Я, конечно, не буду его весь жарить. Так, поджарю нам немножко покушать. И все. Если он завтра еще постоит в холодильнике сутки, он будет еще лучше. А-а-а. Так. Как видите, у меня уже картошка-пюре готова. Кстати, мне уже надо будет мою картошку выкапывать молодую. На кукурузном масле буду жарить, конечно же. Пока эта маслица хорошо подогреется, идемте проверим с вами мою картошку. Ой, а тут от сауны такой классный воздух, когда дрова затопишь. Вот эту можно уже выкапывать, я думаю. Видите? И ту. Она уже... Такая. Думаю, что там что-то будет. У меня четыре картошины молодой. Лежат. Вы понимаете, что это эксперимент был. Тут помидорки уже краснеют потихонечку. Вот эти розы мне надо будет обрезать. Так, как они... Падают-падают. Помидорки желтеют. В общем, осень, дорогие друзья, да? Я обожаю осень. Убожнюю. Так. Сейчас покручу. Парочку. У-у-у! Не знаю, как попала капля. Я же только руки сполоснула. Так. И сейчас буду делать. А! Окей. Мука, мука. 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 Фу-уфу. Ставлю мне сюда. И насыплю Немножко белой муки насыпала. И сделаю несколько таких больших котлеточек. С маленькими возиться неохота. У меня котлеты, вот сколько я они жарю, с любого мяса. Они как-то поднимаются. У вас тоже, друзья? Я их делаю плоскими. Они поднимаются. Пшит котлет сейчас поставлю на сковороду. И все. Остальное пауз переложу в другую меньшую посуду и поставлю в колодельник. Все. Сейчас помою руки и покажу вам. Так, тарелочку убираем. Мука почти не просыпалась. Покажу. Вот такие большие котлеты получаются, дорогие друзья. Я сложила фарш вот в эту пластиковую форму. Вчера у меня в ней было замариновано мясо. Я уже не стала снимать ту говядину. Я просто его поджарила на электрическом гриле. И все. Мы поужинали с салатом субтитана, помидора, огурцы и лук. А этот я сложила в холодильник пойдет. И вот такие симпатичные котлетки большие получаются. И сейчас будем кушать с картошкой пюре. Спасибо, дорогие друзья, за просмотры. Надеюсь, вы попробуете тоже такой рецепт. Всем пока-пока. Всего хорошего.